Ивановский район Ивановской области был образован в 1929 году. Его сегодняшние территориальные границы окончательно определились после выделения в отдельные муниципальные образования в 1985 году Лежневского района, а в 1998 году города Кохмы. Несмотря на последнюю потерю, район смог не только восстановить, но и превзойти результаты, достигнутые вместе с этими территориями. Темпы роста, ну, они, конечно, могут к некому-то удивить, потому что та программа, которая была обозначена в заявлении президента удвоить ВВП, у нас удвоение происходит примерно в три года. И это несмотря на то, что ряд сельскохозяйственных предприятий по существу банкроты. Но те, которые остались на плаву, они не только стали на плаву, но стали очень здорово развиваться. И на сегодняшний день являются не только гордостью нашего района, но и самые экономически крепкие хозяйства в области. Всем известен, например, наш совхоз Тепличный. Всем известен, наверное, на сегодняшний день Ивановский броллер, который развивается очень ускоренными темпами, внедряя новые, самые современные достижения в области развития птицеводства помышленного. Плюс еще там Вергоза, Кучхоз, СПК Иванцев. Мы единственный район в области, который на протяжении уже последних трех лет имеет средний нагнадой на одну голову, на корову, более 4,5 тысяч килограммов. Более того, в 2004 году, по сравнению с 2003, Ивановский район увеличил объемы сельскохозяйственного производства на 30 процентов. И это несмотря на общий спад в целом по сельскому хозяйству Ивановской области. Мы гордимся тем, что район в продовольственном балансе Ивановской области занимает лидирующие позиции. Достаточно сказать, что примерно где-то на сегодняшний день около 70 процентов производства мяса в области это Ивановский район. Около 87 процентов овощей области это Ивановский район. Около 10-11 процентов молока это Ивановский район, хотя у нас 27. У нас 22 сельских района. Но это просто так вот цифры за цифрами стоят люди. Люди, которые любят свою территорию, свой район, людей, с которыми работают. В районе сегодня проживает около 36 тысяч населения. Все сельское, городского нет. Район не только сельскохозяйственный. И на сегодняшний день он производит примерно в трех сопостасях равные доли. Промышленный сектор экономики миллиард, сельскохозяйственный миллиард, малый и средний бизнес миллиард. Если это сопоставить по выработке на одного человека, то это самый высокий показатель в области. Нет нам равных территорий. 100 тысяч на кинешму производит продукцию и услуг на 3,8 миллиарда рублей. Промышленный на кинешму. И 3 миллиарда 36 деревенских. Есть вопрос, правда? Вопросов действительно много. Как удается властям района держать такую высокую планку, позволять территории не только выживать, но и развиваться, привлекать людей, которые этому способствуют? Юрий Павлович поделился некоторыми секретами. Те, кто соприкасаются с нами по земле или имуществу, мы просто условия им создаем. Если вы приходите в наш район, извольте, дочернее ли предприятие ваше появляется, или просто офисное здание, или ваша какая-то точка торговая появляется, вы обязаны зарегистрироваться в нашу налоговую инспекцию. Если вы не решаетесь на эти дела, то значит мы вам и не выделим ни участка под эти дела, ни тех условий для его строительства. И они соглашаются, потому что процесс оформления и разрешительной документации он гораздо быстрее, чем на других территориях решается и у нас. Это привлекает, конечно, в какой-то степени тех, кто хочет заняться своим личным бизнесом. И не секрет, что часть предпринимателей, которые ранее пытались обосноваться в городе Иваново, осаждаются у нас. Благодаря такой политике в Ивановском районе бурно развивается частный бизнес. На начало 2005 года здесь было зарегистрировано 1045 юридических лиц и 1100 предпринимателей без образования юридического лица. В районе проживает 36 тысяч человек, а платят налоги почти 52 тысячи. Предприниматели охотно вкладывают деньги в производственные мощности и строительство новых объектов. Одно из самых динамично развивающихся предприятий района Верхневолжский сервисный металлоцентр работает на базе бывшего завода ЖБИ-100 и занимается переработкой металла, в том числе изготовлением сварной сетки, профлиста, просечного тяжного листа, а также резкой листа и ленты из рулонных сталей. Ивановское предприятие является филиалом московской группы компании Дипос, название которой расшифровывается весьма символично «Дело и постоянство». Таких филиалов, как у нас Верхневолжский сервисный металлоцентр, их по России всего 6. Этот считается самой быстрорастущей и лучшей. В 2004 году Российской ассоциацией металлоторговцев предприятие было признано лучшим сервисным металлоцентром России по темпам развития. Руководство сделало ставку на современное оборудование и сотрудничает с ведущими европейскими фирмами. Уже сейчас на заводе установлены три современные линии стоимостью около 2 миллионов евро каждая. В том числе итальянская линия по резке рулонной стали и австрийская линия холодного волочения для сварки сетки как из гладкой, так и армированной стали. Импортное оборудование точнее и производительнее, чем его отечественные аналоги. Это позволяет расширить ассортимент, улучшить качество и увеличить объемы производства до 10 тысяч тонн в месяц. Продукция востребована. Она используется в строительстве, машиностроении, судостроении, вагоностроении для производства металлургического торгового оборудования. Реализуется через развитую по всей России торговую сеть головной компании ДИПОС. Верхневолжский сервисный металлоцентр не собирается останавливаться на достигнутом. Проблема недостатка производственных площадей решена просто. К осени должна быть готова коробка нового цеха. В нем также будет установлено современное оборудование и налажено актуальное производство, либо составляющие части для строительства домов быстрой сборки, либо детали автомобильных кузовов. Администрация района всячески идет навстречу перспективному инвестору. Все вопросы, которые касаемы оформления документации, то ли проектной, то ли по каким-то законодательным делам, решаются очень быстро. Вот как-то несколько раз обращались в город и есть сравнение, что на самом деле по срокам выполнения наших просьб это намного эффективнее и быстрее. Строительство нового цеха для металлопрокатчиков доверено компании Сигма-М, которая уже много лет работает в Ивановском районе. На счету этой фирмы строительство торгового центра «Бимарт», склады готовой продукции для Ивановской пивоваренной компании завершается строительство на территории завода «Эгер-Шуи». С особым вниманием власти Ивановского района относятся к предприятиям, которые являются градообразующими, от которых зависит жизнь целого населенного пункта. Таковым, например, является ОАО «Туир» — завод технического углерода и резины, расположенный в селе Михалёво. Этот сажевый завод можно считать уникальным предприятием. Во-первых, производств подобного профиля в России всего два. Во-вторых, оно выжило, стабильно работает и развивается. Коллектив в 165 человек выпускает 25 тысяч тонн сажи в год, которые используются для производства резинотехнических изделий и находятся быт не только в России, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья. При Балтике, Украине, Белоруссии, в Германии, Польше, Болгарии, Словакии. На предприятии идет реконструкция, которая позволит увеличить объемы производства, улучшить качество сажи и условия труда. Однако Юрий Павлович Шилов убежден, что все экономические достижения должны иметь приложение в социальной сфере. Не имея этой сферы, любая территория, даже с хорошей экономикой, обречена на провал, считает он и настаивает на том, чтобы каждый бизнесмен, работающий в районе, внес свой вклад в улучшение социальной структуры. Это не значит, что власть перекладывает на предпринимателей свои функции. Администрация района активно занимается такими животрепещущими темами, как строительство жилья, жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение и детский отдых. Уделяет много внимания образованию и культурному воспитанию. Ну, недовольство даже вызывают и прежние тарифы, которые были в 2004 году, не говоря уже о новых. Выход из этого положения мы просто сейчас видим только в одном. Конечно же, это энергосберегающие технологии, по которым мы уже работаем. Одна из них, в районе утверждена программа комплексная, рассчитана до 2010 года. Ликвидировать заведомо убыточные и нерентабельные котельные полностью, там где-то возможно, переведя весь жилой муниципальный предел фонд на индивидуальный источник отопления, причем за счет бюджета. Цель перевода на индивидуальное отопление уйти от ситуации, когда крупная котельная отапливает всего несколько жилых домов, а жители вынуждены оплачивать ее услуги по факту. В Ивановском районе нет среднерайонных тарифов. На этом настояло население, и плата за отопление может составлять более 60 рублей за квадратный метр. Затратно, это для нас. Но уже сегодня будем говорить, вот песочная сделана, Юрьевская сделана, Коцена сделана, идет сегодня активная работа по Куликову. В Куликове ликвидируется котельная, приносящая 5 миллионов убытков ежегодно. Она проработает последнюю зиму. А новая система оплаты, прямые расчеты с межрегионгазом за газ, израсходованный по показаниям счетчика, должна дисциплинировать потребителей, считают власти. Жители наши получат, что, во-первых, нормальный тепловой комфорт в квартирах, что самое главное сейчас для людей, и будут меньше платить. Также получат бытовой газ, снимется нагрузка на электросети, которые у нас в поселке слабые. Большим достижением администрации Ивановского района безусловно является то, что за последние 10 лет не было закрыто ни одно медучреждение. Кроме того, в районе нет демографического спада, рождаемость повышается. Мы стараемся каждый год около 2 миллионов рублей потратить на приобретение медицинского оборудования. И это все, конечно, за счет средств района. Только за последние годы мы приобрели прекрасные электрокардиографы, прекрасный ультразвуковой аппарат исследований. Кое-что приобрели для лаборатории. Докомплектовали и снастили отделение скорой помощи. В планах медиков и районных властей переоснастить рентгеновские и флюорографические кабинеты. Уже в сентябре заработает амбулатория в деревне Богданиха, которую раньше обслуживала Кохомская ЦРБ. По-прежнему внимательно районная администрация относится к оздоровлению и летнему отдыху детей. Санаторий «Зеленый городок» и лагерь «Березовая роща» принимают ребят круглый год. Подвязновская средняя школа еще один повод для гордости. В 2004 году наша школа стала лучшей школой России. Мы вошли в тридцатку финалистов всероссийского конкурса лучшей школы России. Мы этим гордимся, потому что это наша победа. Но надо сказать, что это победа не только коллектива школы, но и всех, кто нам помогал. С 2000 года Подвязновская школа является кандидатом в ассоциированные школы ЮНЕСКО, реализует экологическую программу. Программу «Толерантность» в течение трех лет участвует в акции «Я гражданин России», ведет миротворческую деятельность. Для нас это прежде всего воспитание гражданина, это воспитание на активной жизненной позиции как детей, так и педагогов. То, что администрация вкладывает в развитие духовной и культурной жизни района, дает свои плоды. Достаточно сказать, что в Новоталицах уже 10 лет работает уникальный дом-музей семьи Цветаевых. Вклад главы района в музейное дело имеет и формальное выражение в виде подарка и диплома, которыми он очень дорожит. На базе совхоза «Тепличный» дети имеют возможность заниматься в студии классического танца «Этюд», которая недавно также отметила свое десятилетие. Без помощи властей этот проект точно бы не состоялся. Занятие балетом весьма дорогое удовольствие. Дети не просто приобщаются к искусству танца, но и видят, как высоко оценивают их успехи и усилия руководителя студии Елены Анатольевны Васильевой. «Этюд» получил звание «Народного», а в прошлом году международное признание, заняв первое место на Европейском кубке в Германии среди любительских балетных школ. В 2005 году уже успел привести награду со всероссийского конкурса, проходившего в Вологде. В общем, можно сказать, что количество вложенных сил и средств весьма явно перерастает в качество, а вложение в людей Юрий Павлович Шилов всегда считал самыми эффективными. Юрий Павлович категорически против того, чтобы его и других сотрудников района администрации называли чиновниками. «Мы с народом и для народа», уверен он. Шилов работает в Ивановском районе уже более 30 лет. С 1996 года возглавляет его. Многое сделано за это время, многое еще предстоит. К сожалению, не все усилия властей района в силу сложившейся бюджетной системы отражаются на реальной жизни населения. Не все инициативы находят понимание в администрации Ивановской области и у депутатов законодательного собрания. Но это не повод опускать руки или уходить из района, даже покорять новые управленческие горизонты. Я считаю, что человек может саморазвиваться и развиваться, работая на одном месте. Мой выбор был сделан сознательно. Не то, что меня кто-то там тащил, ввел. Тем более, у меня родственников здесь никого никогда не было. Я уж считаю, что я Ивановец до мозга костей. Я очень люблю своих людей, люблю свой район. И вот ваш вопрос, почему, если стремление куда-то перейти в другое место, я вам скажу нет. Потому что с любой сегодня мой шаг, а люди меня знают уже давно, и каждый твой шаг с уклоном или взглядом на другую серую деятельность или на повышение в какой-то степени рассматриваются предательства. Юрий Павлович верит и в собственные силы, и в людей, которые живут в районе, и в сам район. И надеется, что эта вера поможет преодолеть любые трудности. Редактор субтитров А.Семкин